Мы все остались между небом и землей. Все остались без домов, без квартир. Ну вообще ничего. Документы, которые успели мы выхватить, они с нами. У других и этого даже нету. Понимаете, вот что нам делать? Мы отсюда никуда не тронемся. Пусть, я говорю, езжайте в администрацию, нам в этой жизни терять нечего. Мы здесь ляжем просто косьми, понимаете? Такие эмоции у людей вызывают известие о том, что им придется переехать из Ангарска в другой город. Объявление об этом появилось здесь два дня назад. Основная причина, указанная в нем – аварийное состояние систем канализации и теплоснабжения. Гражданам Украины готовы предоставить места в пунктах временного размещения Братского и Шелиховского района. Судя по этому объявлению, беженцев выселяют из пункта временного размещения из-за непригодности коммуникаций. Батареи в здании довольно-таки теплые, в помещении жарко. Вода в ванной тоже есть, и холодная, и горячая. Вот только свет по неизвестным причинам отключают уже дважды. Сигнализация в здании не умолкает, отключить ее пока не могут. И даже в таких условиях украинцы готовы жить дальше. Говорят, что устали от постоянных переездов. Она в техникум поступила, на улице выполнена. Вот она в техникум ей говорит, да ничего страшного, в другой поступите, все равно. Она там год потеряла, она здесь полгода потеряет, и все равно, понимаете. Поступите в другом месте, в техникум. Как так можно? Вот так вот запросто взять и поломать судьбу детей. Вот у меня муж пенсионного возраста, он работать не может по состоянию здоровья. Он в шахте 20 с лишним лет отработал. Я трудоспособная, дети маленькие. Мне как сказали, мы уже пересели в какую-то базу металлург к пенсионерам-инвалидам. Говорю, а что делать мне? Это моя семья. А вы идите, снимайте жилье, работайте здесь. По словам беженцев, по приезду их заверили, что проживать в этом пункте они могут до весны. Поэтому люди спокойно оформляли документы, устраивались на работу и учили детей. А теперь только привыкнув и кое-как наладив быт, им снова нужно переезжать. По словам сотрудников администрации города, зимой здание отапливаться в полной мере не будет. Не позволит техническое состояние коммуникаций. Морозы могут ударить в любой момент, а значит людей нужно срочно вывозить. Пункт временного размещения, который расположен на территории города Ангарска, это бывшая медсанчасть, которая была закрыта. И данное здание в свое время инженерной коммуникации не проходило обследование. Поэтому при оптимизации пунктов временного размещения было принято решение о закрытии пункта, в связи с чем граждане Украины распределяются по пунктам временного размещения на другие пункты, расположенные на территории Иркутской области. Несмотря на бурные эмоции, украинские семьи искренне благодарят ангарчан за помощь и сочувствие. Война вынудила их покинуть родину. И теперь кто знает, сколько еще раз придется поменять место жительства и какой город станет им родным. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время. За комментарием по поводу ситуации с переселением беженцев, мы обратились к заместителю министра социального развития, опеки и попечительства Алексею Макарову. Сейчас он находится на связи с нашей студией. Алексей Сергеевич, чем было вызвано решение освободить пункт временного размещения? К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией системой канализации, также проблемными вопросами по теплоснабжению и возможности дальнейшей эксплуатации в период отопительного сезона, чтобы людям было достаточно комфортно проживать и не были ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, принято решение о переводе лиц, которые проживают в этом пункте, в другие пункты временного размещения. О том, что здание на улице Гагарина не приспособлено для проживания, стало известно только сейчас? Когда пункт этот открывался, он был рассчитан на временное пребывание, а не на постоянное пребывание. Мы начали принимать лица с территории Украины с 23 августа. То есть предполагалось, что за летний, весенний и осенний период люди уже трудоустроятся и переедут или в иные муниципальные образования, там снимут жилье, либо останутся на территории Ангарска, Ангарского района и там снимут жилье. А как быть тем беженцам, чьи дети поступили в образовательные учреждения города? Люди будут размещены в центрах временного размещения. Там им будут оказываться все те же социально-бытовые услуги, которые им оказывали в этом пути временного размещения. Учитывая, что дети уже пошли в школу, они в том числе смогут перейти в школы, которые расположены вблизи тех пунктов временного размещения, которые находятся в муниципальных образованиях Иркутской области.